Добро пожаловать в очередной выпуск шоу Sci-Fi Guy по клонике научной фантастики. Вы когда-нибудь смотрели трейлер, который действительно вас интересовал, но потом вы понимаете, что кино не совсем соответствует трейлеру, который вы посмотрели. Иногда это неплохо, ибо кино все равно остается довольно хорошим. Но иногда это похоже на ситуацию, когда вы заказываете пиццу с папирони, а вместо этого вам привозят пиццу с анчоусами и ананасами. То же самое и с химерой. Реклама заставила нас выглядеть в фильме как трейлер о клонировании человека, но с твистами. Итак, этот фильм про монстров, жуткая атмосфера и внезапными сценами для нагнетания напряжения. К сожалению, большая часть трейлера была маленькой сцены из фильма, абсолютно вырванной из контекста. Остальные 92 минуты фильма — это история про сомнительную науку и плохое воспитание. Фильм начинается с довольно неплохих титров. Как жаль, что они закончились. Знаете, думаю, я бы предпочел полтора часа смотреть на эту графику, но, к сожалению, титры кончаются, и мы видим рождение ребенка от его лица. Это дает нам возможность представить наших протагонистов, ученых-генетиков Клайва и Эльзу, в которых играют Эндриан Броуди и Сара Поли. Они только что дали возможность родиться... Эээ... Окей, лично я придерживаюсь мнения, что все младенцы похожи на пришельцев, но это... Да, это выглядит как... Может, на то, что мне не следовало смотреть. Кстати, мне надо это зацензуривать. Окей, это определенно то, что я не должен показывать. Продолжим. Доктор Маккейн из «Звездных Фрат» играет... Эээ... Ученого-босса, который пришел смотреть на презентацию, посвященную их проекту? Погодите, это что, иконка из Твиттера? И зачем им пользуют ави в их новом существе? Или улитки? Я знаю, понял. Позже по фильму, когда вещи пойдут ужасно не по плану, но вы знаете, как обычно. Они рассыплют соль на монстра, чтобы его убить. Да, когда жадная корпорация говорит тебе, что твои планы могут быть слегка... зловещими, тебе стоит слегка притормозить. Загадочная леди говорит им, как их работа осчастливила ее. Эмм... Что такое фаза 2? Оу, так это значит... Понял. Это значит, что больше не получится веселиться в лаборатории клонирования. Мы быстро понимаем, что эти двое необычные ученые. Они... Задроты. Кстати говоря, отличный задрот-мобиль. На самом деле, они гонятся за славой и известностью первооткрывателей. Погодите-ка, эти двое не настоящие задроты. Они задроты-хипстеры. Зацените этот приталенный клетчатый наряд, который надел Клайв. Они занимались склонированием человека до того, как это стало... ...мейнстримом. Поэтому они решили пойти против правил и совершить задуманное до того, как их закроют. Ну, знаете, посмотрим, получится ли. Джейн Доу. Анонимовая женщина. Клин медико-инхередит. Джейн Доу. Окей, предположение это полезный инструмент, когда используешь его деликатно, как хирург использует скальпель. Но в этом фильме это больше похоже на... Да, типа того. Далее следует прекрасный монтаж из случайных компьютерных экранов и технических приблуд без объяснения. Мы танцем на правильный бит. Попробуй это. Я три. М3. Что такое М3? Ты имеешь в виду машину? Предполагаю, что кино следует старой и доброй технике, если не можешь ослепить их алмазным блеском, просто дави их непотребным дерьмом. Видите? Даже они не в курсе, что происходит. Итак, они, конечно же, находят волшебную комбинацию генов. Что бы это ни значило. Затем они решают поместить результаты в лёд и надеются, что однажды... А, наплевать, я сделаю это сейчас. А как выглядит то, что я делаю, дебил? Эльза готовит всё для самого последнего этапа, давя на Клайва так, чтобы он нажал на кнопку и стал причастен к её преступлению. Ах, да, это фраза. Да, это тот момент, когда понимаешь, что это не тот фильм, который рекламировал трейлер. Всё, что мы видим сейчас, мы будем наблюдать большую часть оставшегося фильма. Эльза давит на Клайва, а он хочет стать известным. Она делает вид, что ей движет. Просто научное любопытство. Но она определённо имеет скрытые мотивы, и она говорит всё, что угодно, лишь бы Клайв согласился работать дальше. Откровенно говоря, я даже не уверен, почему эти двое пара. Они хорошо смотрятся, как хорошие напарники по лаборатории. Я имею в виду, они сделали... Эм... Чем бы это ни было. Затем нам представляют брата Клайва, и другая волнующая сцена рассказывает нам о том, что весь смысл создавать этот новый гибрид был в том, что эти двое слегка озабочены. О, да, покрывай свои зловещие делишки юмором. Грустно ли я того, что брат всего две минуты в фильме, а он мне нравится больше, чем остальные актёры? Итак, определённо их эксперимент удался, но без некоторых непредвиденных проблем. Оно растёт слишком быстро, оно вроде как бы умирает, хватает её за руку, жалит несколько раз, почти убивает Эльзу. Ну, вы знаете, это обычные вещи, но заставляет ли их что-либо из этого остановить эксперимент? Нет. Они спят. Чувак! Кто вообще спит под этим? Серьёзно? Вообще-то, с японского это переводится как «а вот и они». Так или иначе. Чёрт возьми, доктор Вики. На следующее утро Глайв принимает решение. Но когда они возвращаются в лабораторию, то понимают, что уже поздно. Оказывается, что штука была всего лишь коконом. И теперь настоящее существо вылупилось из него. Теперь помните трейлер? Клайв? Клайв? Это и есть та сцена, часть которой должна быть такой страшной. Что это было? Молчание. Вы хотите увидеть монстра? Да, существо, которое нагнетает такой ужас. Что ж, вот и оно. Голая обезьянная курица. Я доверяю тебе, вагинальная мышь. Иди к мамочке. Ужасает, не так ли? Неуклюжая. Дрожащая. Ужасающая. Клайв снова приводит аргументы в пользу уничтожения этого существа. Говоря, что... Они обнаруживают, что существо быстро взрослеет, и Эльза использует это, чтобы вызвать к научной стороне Клайва. Снова. И она убеждает его, что им стоит оставить существо. Кстати говоря, возможно, нам стоит развести целую колонию, посмотреть, как они взаимодействуют и развиваются. Ради науки! Ну вот, серьезно. Я веду научную деятельность и получше. У доктора Инсейна, например. Они так увлеклись своим новым проектом, что пренебрегают своей настоящей работой. Изменение уровня гормонов? Уверен, что это не совсем важно. Существо растет, и все больше и больше становится похожим на человека. Ему даже имя дают. Нёрт наоборот. Так оригинально. Ну, по крайней мере, она не назвала ее в честь пачки читес, которую она съела на ланч. Кстати, такая ситуация уже произошла с Честером. Но вскоре мы понимаем, что Дрен подхватила инфекцию, и у нее начался опасный высокий жар. Эльза обнаруживает, что Дрен может дышать под водой, благодаря Клаеву, который совсем не хотел убить ее, пытаясь утопить в раковине. Дрен растет так быстро, что у нее даже есть странная привычка подсматривать за ее родителями, когда они занимаются сексом. Учитывая ускоренное взросление, Дрен, давайте также ускорим обзор. Эй, как поживает наша Джинджер? Ооо, вот это нехорошо. Судя по всему, Эльза слишком много времени нянчила свое неофициальное потомство, и недостаточно возилась Джинджер, чтобы понять, что настало мужского пола. Дрен нападает на брата Клаева, и они решают принести ее в старый заброшенный травмирующий психику, и никогда ранее упомянутый сарай. После небольшой порции неловкости в слоумо, Клайв понимает, что Эльза использовала свое ДНК для создания Дрен и злиться на нее. Тем временем Дрен вспоминает недавнюю обиду и убивает кота в наказании, Эльза срезает с нее платье, что делает ее более человечной и ампутирует хвост. Ооо, вот теперь-то ты ученая. Клайв волнуется за Дрен и освобождает ее. Затем время для сладкой присладкой любви с клоном. Выпускание своего жала. Прекрасный прием для секса. Леди, берите на заметку. Спалили! Также Клайв соглашается с Эльзой, что они переборщились с экспериментом, и его пора завершать. Но когда они вернулись, то увидели, что Дрен уже мертва. Снова. Итак, они похоронили ее на заднем дворе, как собаку. Тем временем брат Клайва и босс-ученые узнали, чем они тут занимались. Аварийная остановка! Аварийная остановка! Боже мой! Что я наделал? Ускоренное взросление зашло слишком далеко. И я скоро вернусь. Мне нужно забраться в умолаживающую камеру. Но сперва я слегка сдремну. Наверное. И посмотрю серию скорой помощи. Окей, это было странно. И теперь 10 минут до конца фильма, и мы наконец начинаем смотреть на настоящие черты ужастика. Сюрприз! Дрен теперь мужчина. Не заметили это 40 минут назад? И теперь она... Он вне себя. Босс-ученые и брат Клайва были убиты довольно быстро. А сам Клайв теряет сознание. Что оставляет Эльзу в одиночестве, чтобы ее изнасиловал Дрен. Это... Это... Не... Не беспокойся, Эльза, я иду, чтобы спа... Клайв протыкает Дрэна в грудь палкой. Но это не слишком действенно. Что ж, Дрэн в ярости. Эльза бьет его валуном, но в необъяснимый момент слабости Эльза замирает, позволяя Дрэну уколоть Клайва жалом, который становится его последней жертвой. Большая проблема у этого фильма, как по мне, два главных героя. Я имею ввиду, они как бы должны быть учеными, правильно? Но они реально плохи в науке. Серьезно, когда большая зловещая компания говорит, может это звучит неэтично, но у вас есть проблема. Не считая того, что они невероятно безрассудны. Когда Эльза ворвалась в комнату с карантином и нарушила герметичность своего костюма, среда была токсична? Была ли комната заражена ужасными бактериями, которые высвободились, когда существо вылупилось? Ты не знаешь, я имею ввиду, карантин там был по какой-то причине, верно? А как насчет содержания лаборатории, которая готовится к фазе 2? Не знаю, заметил ли кто-либо еще, но что насчет того, что Эльза, которая вела своя собственная ДНК в ход эксперимента, когда в ее роду есть сумасшедший? Возможно, это не та лучшая вещь, которую стоит включать в геном клона. Это похоже на плохой фанфик. Эльза уставилась в широкие глаза Дрена, стоящего напротив. Такой сильный. Такой могущественный. Идеальное существо. Он стоял напротив нее. И все, что она могла сделать, это спросить. Чего? Чего ты хочешь? Она замерла в страхе, когда он ответил. Заговорил первый раз в жизни. Внутрь. Тебя. Замерла в страхе. Или предвкушении. Она больше не знала. И вот абсолютный провал этих двоих. Они так увлеклись своим незаконным экспериментом, что полностью пренебрегают другими обязанностями. Эй, а, я не могу помочь, но wonder, что ты и другие были так busy with. Брат Клайва даже указал, что гормональный уровень джинджер меняется. Эй, эстроген-левелы были низкие эти дни. Не является это поводом присмотреть за ней? Что ты говоришь о джинджер-леве эти дни? Я не знаю. Может, тебе стоило посмотреть кое-что перед тем, как совать Фреда и джинджер в клетку перед инвесторами? Как можно быть настолько занятым, чтобы не увидеть, что это не происходит? Я бы заметил. А я вот знаю. Даже слова есть, которые описывают провалы такого уровня. Да, именно эти. Мне нравится эта леди. Несмотря на то, что вы уже доказали, что не можете следить за гибридами. А затем они удивляются, что то же самое происходит с Дреном. Сколько раз он должен умереть, чтобы вы поняли, что он эволюционирует? Не в этом ли заключается ваша работа наблюдать за вещами? Очень ясно видна их мотивация. Он хочет стать известным, она хочет быть мамой. Оу, давайте-ка на минутку вернемся вот к этому вот. Единственная вещь, в которой они налажали больше, чем попытки быть хорошими учеными, так это в попытке быть хорошими родителями. Проще говоря, они не могли определиться воспринять Дрен как ребенка или научный проект. Восприятие Дрен было чертовски непоследовательным. Они начали к ней относиться как к образцу, затем как к домашнему животному, а затем они поняли, что у нее навыки ребенка. Но в этом-то и дело. Почему они продолжали держать ее связанные и пихать в коробки, кричать на нее? Серьезно, я имею в виду, кто так делает? Марш в угол! Ах да, сумасшедшая мать Эльзы издевалась над ней и лишала детства. Эльза хочет делать все правильно, давая Дрен то, чего у нее самой не было в детстве. Когда Дрен проявляет интерес к коту, который просто бродил по ферме, Эльза забирает его самым худшим способом. Дай мне сейчас, Дрен. Дай мне это. Извините, ты не можешь ее держать. Боже, это не вызовет вообще никаких возмущений со стороны Дрен, не так ли? Оу, кстати говоря, дикие коты так себя не ведут. Только очень одомашненный кот стерпит это вообще без драки. И случается то, что происходит с детьми хотя бы раз. Дрен смотрит, как ее родители занимаются сексом. Исключая то, что Клайв замечает это, и они не останавливаются. Отличная работа, ребята, и я уверен, что это не оставит шрамов. Или он показал ей превью того, что скоро произойдет. В конце концов, они понимают, какими плохими родителями были. Но было уже слишком поздно. В финальной сцене Эльза сидит в офисе загадочной леди. Ей, видимо, вообще насрать на все те смерти, которым привел этот эксперимент. И она предлагает Эльзе очень щедрое предложение. Продвигать эксперимент на следующую ступень. То есть недостаточно того, что твой парень мертв, но тебе не безразличен ребенок от монстра, который изнасиловал тебя и убил твоего парня? Они могут снять сиквел. Кто, черт возьми, будет ей сопереживать? Я имею в виду все персонажи, которые вообще давали повод сопереживать мертвы. И чем меньше вы им сочувствовали, тем раньше они умирали. О чем вообще они думали? Нет, 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 сайфайгай, ты вообще не прав, как обычно. Инсейно. Ты все-таки тут. Хорошо. Потому что мне нужно с тобой поговорить об временном сжимателе 360, над которым ты работал. Мне кажется, что в нем остались баги. Да не обращай внимания. Тебе нужно понять, что Химера изначально была историей про безумных ученых. Это понятно с самого начала. Эльза вообще плевала на так называемую научную ответственность. Мы всегда были первыми в этом деле. Мы делаем монстра. Эльза идеальный коктейль. У нее есть эго, искажение личности, манипулирование другими, мучительное прошлое, и даже драматическая привязанность к ее обреченному творению. Я могу только представить, какое ужасное существо оно породит на свет следующим. Ну, если ты смотришь на это с такой стороны, учитывая, что доктор Инсейно может найти смысл в любой билиберде. Что ж, до следующего раза, фанаты научной фантастики. И вот ваш фантастический клебня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok